Мы для этого специально сюда приглашаем, по каждому вопросу мы отрабатываем, вот все 20 человек, что сегодня придут, сюда будут приходить чиновники, исполнители, всего того, что они будут должны делать, как вы справедливо заметили, и мы будем от них это требовать. Как мы от вас, или от депутатов? Все нормально, пожалуйста, будьте добры. Ситуация перинатальная. Расскажите, что там происходит? Что происходило или что происходит? Что происходило, нам уже повторять не надо, нам полно рассказали. Если вы с чем-то не согласны, то добавьте. Здесь очень много есть таких моментов, которые просто люди не компетентны в медицине и так далее. Дело в том, для того, чтобы отдавать правдивую информацию, как по меньшей мере, они должны были встретиться хотя бы с руководством центра. А была встреча с руководством центра? Откройте, пожалуйста, НТВ, РЕН-ТВ. Дело в том, что там встреча, которая была проведена накануне, это был такой балаган, сбор оскорблений, который прозвучал в наш адрес со стороны вот этих представителей, вот этих якобы пресса этой. То есть матери и отцы погибших детей это был балаган. Вы знаете что, я вас очень прошу, Иван Ильич, даже если в вас говорят эмоции, сейчас секунду, вот давайте так, пускай у кого-то одного хотя бы эти эмоции, мы еще раз и вас также прошу уйти от оценочных характеристик, у меня не получилось здесь, но хотя бы с вами получится. Поэтому будьте добры, просто по существу. Какая пресса, черные, прочие, это люди разберутся сами. Будьте добры. В настоящее время проводится Следственный комитет проверку по смертям детей в периметальном центре. По окончании этой проверки будут сделаны юридические выводы, правдивые, надеюсь, выводы, те, которые может сделать Следственный комитет. Накануне мы встречались с матерями, у меня в кабинете, вот, которая только вчера, вчера приходило 4 матерей. 4-то? Да, 4 матерей, с теми и плюс представители общественного движения. Мы все разъяснили, рассказали, как положено. Вот, и уже заключительную оценку будем давать после того, как Синский комитет завершит свою работу. В настоящее время проводятся все мероприятия для того, чтобы в ближайшее время наш периметальный центр заработал в полном объеме. Пока это все, что я могу сказать. Если нужна какая-то информация, пожалуйста, мы всегда открыты. Мы открыты для прессы. Я всегда говорил, что приходите, пожалуйста, к нам, в периметальный центр. Любую, какую необходимую информацию мы скажем, чтобы не было никакого ажиотажа в прессе. Мы говорим правду, и только правду. Конечно, мы сожалеем о тех детках, которые у нас родились и умерли. Но периметальный центр у нас предназначен для того, чтобы все преждевременные роды, которые у нас происходят в области, не только в городе, рожали именно в периметальном центре, который оснащен прекрасным оборудованием. Поэтому здесь все те смерти, которые произошли, и, кстати, всего 12 смертей, да, это я могу подтвердить. Из них только двое доношенных детей, все остальные доношенные с массой тела от 650 рам и выше. Поэтому здесь провоцирку... Простите, извините, перейдил, а на встречу всех приглашали? Почему только четыре? Я приглашаю, мы, я и до сих пор говорю, что мы открыты в любое время, когда у них будет время, пожалуйста, пусть приходят все, которые... Сотрудники НТВ, пожалуйста, да, здесь приходили НТВ, Баларан ТВ было и второй канал, пожалуйста, приходите. Я просто призываю их, чтобы не было вот этот, извините меня, как вот был балаган такой, чтобы был конструктивный разговор, пусть мама приходит, пресса приходит, мы всегда открыты, и дадим саму правдивую информацию. К сожалению, сейчас мы уже не можем комментировать некоторые моменты, потому что идет следственное действие. Ну, я знаю, когда ведется следственное действие, вы вторгаться туда не имеете права, лишь как... А до этого мы давали все информации, деятели, докладчики и все остальное. Да, идет в настоящее время не только следственное комитет, идет проверка Роспотребнадзора, идет проверка Росздравнадзора, постоянно на контроле в Минздраве. К нам выезжал институт микробиологии из Москвы, который брал анализы, проводил все исследования, те, которые они должны делать. Ждем результата, ждем результаты, результаты проверки, и все будет ясно. А вопрос можно, Игорь Васильевич? Скажите, пожалуйста, вы как доктор, если вы не специалист в вентиляции, вообще-то наши допотопные, но восквалифицированные кадры, в которых работали роддома, второй роддом, тот же Бежицкий, они закрывались на профилактику раз в лоб. И такой беды не было. Вы проработали два с половиной месяца и закрылись. Это вы что теперь будете? Каждые два с половиной месяца менять фильтра. Как фильтра меняются, вы можете посмотреть и догадаться. Две собачки, две защелки, фильтр всунул и поехали дальше. А для этого вам потребовалось три или четыре недели на это закрываться. Вот сам Николай Васильевич, вот как отец. Я сам многодетный отец одного брака. Четвертое у меня детей. И они рожали не в таких условиях. И слава Богу, что те доктора, та же зайдущая роддомом Бежицкая, сейчас она ушла во второй роддом, что такие специалисты у них, к сожалению, к сожалению. Это я вам говорю. Вот сейчас без всякого препирательства. Вот если на самом деле у них нету квалифицированных кадров, об этом надо кричать и бить тревогу. А они говорят, что все хорошо. У нас вышла квалифицированная кадра. Когда мама, вы увидите на интервью, на том балагане, который показывал РЕН-ТВ, который показывал НТВ, если вы нам не верите, РТР, там показывала мама, что ей делала медсестра УЗИ. И звонила доктору, сказала, что он твой пищит, куда тут смотреть. И при этом ребенок погиб в утробе матери. Ее оставили на трое суток. Вот если реально поспешили, нам не то, что нам туда голову пепла посыпать, нам надо не допустить, что это происходило впредь. Сказать, ребят, не знаю, кто нас заставил в приезду, там откладывались несколько раз открытие принтарно-церна, но если не подготовили специалистов, если мамы говорят, если вы это не слышите, что в реанимацию крестить заходит поп. Ну, соответствующий, но реанимация для меня, это понятная для вас, наверное, да? Особенно младенческая. Этот кювест повторяет эту тропу матери, а отца, вот я знаю, мой ребенок в больнице был, Морозовской. Вот они, халатики одноразовые каждому. Вот они, бахилы. Никто не пройдет. А там вы можете сами посмотреть. Если халат одевается, то он для виду такой на шею, это, знаю, вешается. Бахил вообще нету. Отец босиком в реанимацию идет. Да он, может быть, месяц не менял носки. И есть эта проблема. Они говорят, нет, все хорошо. Мы говорим конкретно, медсестра делает это. И хочу ответ на вопрос у Воронцова получить. Опять, на передачи придут, вы уже достали свой персонал, на передачи к нам придут в субботу, ваши санитарки. Президент говорит, выделяет деньги, повысит медработникам зарплату выше среднего по стране. Что вы делаете? Санитарок переводите в уборщицы. Заставили написать заявление по собственному желанию. И в следующее заявление пошли от санитара на уборщицы. Уже уборщицы не относятся к медперсоналу. И зарплата у них, Николай Сергеевич, 5,5 тысяч. Люди будут. Повышать квалификацию медперсонал. Они заставляют. За свой счет. Не повысить свою квалификацию. Вы уволены. До свидания. Вы бы это хотя бы признали. И не боялись бы Богомаза. Богомаз такой же, как и вы. И он исполнительная власть, которая должна работать на людей. Мы не князей, не царей не выбирали себе. А вы даже это не признаете, что у вас бахил нету. Ну о чем можно с вами говорить о какой-то внутривной инфекции или инфекции, которая находится в больнице. Конечно, такая же ситуация была в Орле. Сейчас, давайте не заорю. В Орле закрыли, как на Танете. Значит, вот. Снимайте. Сняли. Так, я давайте по буквам продиктую. Я подбомахал. Значит, Валуев. Собачка. Собачка. Да. Дома. Точка, ГОВ, точка. Да. Значит, в данном случае, что касается... Вы же поднимаете в целом, да, проблему. Вот санитарик вы коснулись. Мне нужно не с ваших слов, а чтобы санитарки или сами пришли. Субботу-одневодопередачи мы вам скинем прямо этот кусок передачи вам на почту. Или заявление написать, ссылку прямо на посылку. Все, что надо, мы сделаем. Я даю почту для того, чтобы... Мы не враги народу, мы не оппозиция, мы позиция. Я могу помолчать. Я уже замолчал. Когда вы на меня смотрите, я уже молчу. Значит... Девушки, которые к вам придут, санитарки или санитары, переведенные в уборщицу, вот эта почта, на которую они напишут об этой проблеме. И мы напишем запрос, соответственно, у органов. По какой причине это происходит? Или это, может быть, не происходит? Я на этот момент только слышу ваши оценочные вопросы. Вы можете прямо сейчас хорошо захотите. Давайте так. Ренатурный центр, да? Еще дальше. Значит, второй вопрос. Мы выяснили. Или вы будете продолжать? Ну, мне хочется. Это у нас получается... А, извините. Я просто... Мне так хочется что-нибудь сказать оценочное, но я с трудом себя сдерживаю. Говорите. Нет, я не буду этого делать. Говорите. Зачем уподобляться? Значит... Вам что, уродом уподобляться или как? Вы можете уподобляться, кому хотите. Нет, это с вас. Кому хотите. Вот с кем захотите, тому и вводобляйтесь. Это уже вам желаю. Нет. Я сам себе пожелаю. Значит так. Может ли получить разрешение? Да. Человек, входящий в реанимацию. Без, я так понимаю. На это свидетельство родители имеются. В данном случае священнослужитель оказался в реанимации без соответствующего покрытия. Ну, покрытия, как халат или чего. Может, они выдали, что ли? Об этом же причине? Конечно. Отпоручили добрый отец. По достоятельной просьбе матерей, те, которые находятся дети в реанимации. Секунду, нет. Есть момент. Реанимация – это место, где находится не один ребенок. И если там все мамы одновременно, находящихся там детей, попросили об этом, то даже на этот момент у вас нет права туда запускать человека не в соответствующей обуви и одеянии. Так ведь? Обсотоп. Вы же несете за это ответственность? Будьте добры, пожалуйста, ответьте, прокомментируйте. Целанат закона, священнослужители по настоятельных просьбе матерей могут допускаться в реанимационной одежде. Я не про это, я про одежду. Одежду. Обязательно одевается бахила, набрасывается халат одноразовый. Это в обязательном порядке, батюшки. Если при необходимости маска и колпак. Это даже не обсуждается. Для того, чтобы у нас достаточно имеется бахил, достаточно одноразового белья, у нас есть закуплен аппарат, и он существует для одевания бахил. И также у нас выдают, на входе выдают и бахил, и все, что угодно. Я сам это глазами все видел, просто, ну, в данном случае, утверждается обратно. Игорь Сергеевич, опять, те, кто утверждает, они же не были там, они знают, как это. Мамы утверждают, вам сказать. И Воронцов это признал на камеру. Давайте так. Значит, мы высушим мам, мы их сюда пригласим, или, в конце концов, они быстрее еще и напишут туда, да? Опять же, речь идет о том, что в этом будем разбираться. Дальше. Про санитарок ждем реакцию. Санитарок или санитаров. Квалификация. В настоящее время она сработает санитарок. А УЗИ медсестра делала? Нет, врач. Врач? Конечно, только врач. УЗИ не имеет права даже прикататься к аппаратуре медсестра. Она, в том числе, обрабатывает эту аппаратуру врачей. Врач, она обязана включить, сделать УЗИ и так далее. Но у нас есть еще таблицы. У нас очень много таблиц, которые сверяются с таблицами. Вот такими, что... Она сделала замеры. Там замеров десятки. Они делают, сверяются с таблицей по срокам гистации и так далее. Она это обязана делать. Не просто это самое. Если врачу что-то непонятно, она может обратиться к своему коллеге и проконсультироваться. Это мы тоже приветствуем. У нас работают очень хорошие доктора, хорошие УЗИ. Вопросов нет. Я очень с большим удивлением слышу, что медсестра якобы делает... Не имеет права. Медсестра не имеет права. Ни медсестра, ни санитарочка не имеет права. Только доктор. И доктор делал УЗИ. А вопрос. Вот сейчас ведется расследование, и это, наверное, тоже в контексте расследования, ну, немаловажная вещь, кто делал там УЗИ и прочее. Я надеюсь, что... Ну, не с ваших, в данном случае, слов, а с тех, кто там конкретно был. Да, там есть запись матери, именно разговора. А, со словом... Их вызовут, я думаю, всех. Они же, ну, извините, в случае, в конце концов, можно всегда провести очную ставку. Лицо узнают, в данном случае, человек, который делал УЗИ, так? Так они называют фамилии конкретно. И выяснится, являются ли они санитаром или квалифицированным врачом. Или, если даже... Кем бы не будет понятно, являются ли они профессионалами в своем деле. Так? Да. Далее. По... Значит... Я в перинатальном центре, я был. Вот вся та техника, что мы там видели. По крайней мере. В рабочем? Она в рабочем. Все работают. Люди. Обучены все. Это есть вся документация. Могу кратко в качестве справки. У нас получено уже около 100 человек. При открытии перинатального центра, на центральных базах, мы проучили 72 врача. Это такие центры, как имени Кулакова. Это Бакулевский центр. Это имени... Городкова, Иванова. Это Ярославская академия и так далее. Приезжали к нам. Все прошли 94 цикла. Вот 72 врача прошли 94 цикла. Это все подтверждено документально. Они получили сертификаты. Некоторые проучились по два раза. Вот сейчас, когда мы закрылись, у нас идет постоянная учеба. У нас сейчас проучилась и будет идти. Самое интересное, что в этот момент вы меня снимаете. У нас идет 8 человек акушеров-гинекологов снова проучились в Кулакова центре. Два нанотолога. У нас старшие акушерки прошли обучение на центральной базе. Это в перинатальном центре имени Кулакова. И у нас с ними договорные обязательства. Два акушера, да, все? А из пинтернатного центра вышло? У нас проучились до открытия 72-72. А сейчас проучилось еще 8. И плюс еще два нанотолога. И проучились 6 старших медицинских сестер и акушерок на базе центра имени Кулакова. Что подтверждено? Мы посадаем постоянно рабочие места в центре имени Кулакова. Мы узистов учим в Бакулевском центре. И сейчас планируем еще одно проектное обучение. Поэтому у нас идет постоянная работа в этом. Постоянное обучение. Это факты, которые подтверждаются теми сертификатами специалистов, которые не подлежат сомнению. Сколько времени требуется на то, чтобы заменить фильтры? Мы все сделали. Вентиляция. Мы уже все сделали. Нет, я по-другому задам вопрос. Фильтры меняются, может, и быстро. А сколько времени любой перинатальный центр должен, так сказать, не только проветриться? Да. Вычиститься полностью. Это у любого учреждения такой момент наступает. Сколько вам требуется на это время? Согласно СанПИНа, согласно СанПИНа, любое родовспомогательное учреждение, в том числе эти лентальные центры, должны закрываться минимум один раз в год на кровоочистку. Сколько времени? По времени минимум три недели минимум, а так до месяца, возможно, и более. Это уже по согласованию с департаментом. Чтобы вы понимали, согласно СанПИНа, любое родовспомогательное учреждение. Через два с половиной месяца. Девятого числа, как не работает, он уже будет месяц. Согласно этих фактов, он не раз в год закрывается. Через два с половиной месяца новый центр закрылся. Пять раз закроется и пять месяцев. В итоге он три месяца в году работает, что ли? Зачем burp wrap tree, нет, он раз говорю, два с половиной месяца. Он закрылся 9 числа. Открылся он, напоминаю, 8 марта. Сколько он должен будет закрываться, если через два с половиной месяца он закрылся. Давайте зададим вопрос. Это что получается, 3 месяца в году он работает? Недорого ли вы нам обходите? Я могу пояснить. Да, конечно, обязательно поясните. Да, Николай Сергеевич, согласно Санкт-Пейнам мы можем закрываться и раньше. Дело в том, мы планировали, так как это новый перинтальный центр, мы планировали его закрыть на кровчистку, на обследование, так далее, через полгода. Но мы можем закрываться в любое время, по различным другим причинам. Это не приводится... В данном случае причина смертности. Нет, абсолютно смертность это никакой причины. Ну, к тому случаю это имеет отношение? Нет, абсолютно нет. Тогда по какой причине вы быстро запрещены? Я могу сказать, у нас, например, на вентиляции сработал датчик. Датчик, который смотрит за запыленностью фильтров. Он сработал, это все зафиксировано, это все можно проверить. Я не понимаю, почему это ажиотаж только. Дело в том, когда срабатывает датчик, то это пыль в фильтре. По регламентным работам мы должны проводить вот эти фильтры, чистить раз в год. То есть они не меняются, они фильтруются, обрабатываются ДЭС-средством и ставятся обратно. Это согласно регламентных работ. Но так как у нас работал датчик на запыленность, мы решили, согласовав это с Департаментом здравоохранения, с правительством, мы решили закрыться для того, чтобы проверить это все. Мы прошли регламентные работы, мы все фильтра пропылесосили. Не только тот, который сработал, но всю систему. У нас вот для информации, у нас 189 шахт, которые вытяжных, у нас 7 шахт заборных и так далее. Мы все шахты обработали, все фильтра пропылесосили, ДЭС-средствами обработали все эти ходы. Поэтому здесь, я считаю, мы сделали то, что необходимо, минимум, который... В этой ситуации мы именно это и должны были сделать. И это не... Да, но так как это проводится ДЭС-средствами, это нельзя проводить, когда находятся дети, когда находят матери. И мы в течение недели работали на выписку. То есть прием мы приостановили. Но там находились матери в отделении патологии, в послеродовом отделении. Дети находились в реанимации, на втором этапе выхаживания. И в течение недели мы кого выписали домой, у нас есть список, у нас следственный комитет и список этот забрал все. Кого куда мы перевели, в какие лечебные учреждения, кого выписали домой. Это все делали согласно... Обычной практикой. Во всех вот домах, пенитальных центрах. Да, после того, как были выписаны все дети, переведены в другие лечебные учреждения, а также матери, мы приступили к регламентным профилактическим и техническим работам. Все они уже в настоящее время выполнены в полном объеме. Мы ждем результатов института микробиологии. Мы ждем результатов проверок Росздравнодзора и Роспотребнодзора. Мы готовы к открытию. Все хорошо у нас, я все понимаю, Николай Сергеевич. У меня вопрос такой, тоже мы сформулируем. Давайте мы на почту вон кинем вопрос, который, я надеюсь, вы проверите. Потому что этому человеку я, по крайней мере, не верю и в этот роддом свою жену не положил. Я вам просто скажу, вы можете сказать статистику, сколько послеродов с вашего пилентального центра мам с проколтыми мочевыми пузырями, с осложнениями послеродами попали в областную больницу и в отделение гинекологии в той же первой больнице. Вы скажите честно о вашем профессионализме. Я бы хотел, чтобы вы проследили своими помощниками, сколько мам после родовыми осложнениями попали в областную больницу и в другие больницы. В том числе в эту же первую, где прекрасное отделение гинекологии находится в первой городской больнице. Это профессионализм ваших, это тоже матери кричать. В 2016 году закрылся после массовых смертей перинатальный центр в Орле и был после этого расформирован, тоже недавно открытый. Но такой широкой огласке, каким-то образом удалось избежать тогда. Может быть тогда, если бы в Орле не замолчали эту ситуацию, может быть удалось бы избежать трагедии в Брянске. Давайте, значит, уточните, когда вы говорите расформирован, это не означает, что там теперь подготовленного центра нет и он не работает. Мы поменяли руководство и подход поменяли. Мы об этом говорим. Федеральный центр делает многое, ну ничего себе, выделяет деньги. А здесь у нас реализуют. Все прекрасно. Он даже не слышит того отца, который кричал, нормально, проходила беременность, моя жена. Вы посмотрите там, НТВ это показало, РЭД-ТВ, на нашем канале, на Николая Николаевич канале. Объясни мне, почему у меня здоровый сын умер, вес он родился, 3680 он кричит. Он говорит, зайдем ко мне в отдельный кабинет. Зайдем в какой отдельный кабинет? Почему вы в присутствии людей не огласили, не ответили этому отцу? Николай Сергеевич, я могу отвечать? Да, обязательно. Николай Сергеевич, дело в том, что в это время работал в следственном комитете. Я не могу оглашать полностью эту врачебную тайну. Я не могу это говорить, когда стоит столько народу, всем-все. Потом они мне предъявят, что я разглашил врачебную тайну. Но, пользуясь моментом, я просто хочу сказать, те матери, которые считают себя здоровыми, которые считают даже и Олеся, которая вот здесь озвучена была, пусть она даст просто согласие для того, чтобы я опубликовал ее о нам на жизни и о нам на здоровье. У меня есть вся информация. И если она мне вот даст здоровье, проблем нет. Значит так, я... Сколько мы делись осложнениями попали в другую? Сейчас, секунду, я это написал. А, ну если я запишу запрос, вы мне это уже... Я обязан буду... Нет, нет. Нет, вы мне ответьте, но опубликовать я это не смогу. Это врачи. Если у нас юлисты есть, по этому поводу... Если вы запросите информацию о личной жизни человека, вот именно... Я знаю, что не обязаны отвечать. Вам не ответят в связи с тем, что не должно, не дана согласия от человека на обработку персональной данной... Как точно. Она даст, Олеся даст. Она же заявляла, что вы переписываете. Раз у нас все... Да, да, она. Смотрите, если у нас все записывается, значит, мы просим... В данном случае пациентку... Хорошо, мы переложили. Это согласие дать, и тогда... И не одну пациентку. Хорошо, не одну. Если не одна, а кто-то еще согласится, соответственно, мы эти данные сможем публиковать, обсуждать, все услышим. Письменно? Письменно, естественно. Хорошо, спасибо. Это проблема, понимаете, и есть вещи, которые надо соблюдать. Есть вещи, которые... Мы сказали, да. Не хватит еще. Ну, сказали, есть сказали. Если позволите, что... Самое важное, что скажет пациент. Я пальцы взял и задаст, вот поэтому, потом ты задаешь. У нас там на 11 уже люди записаны. Ну, с проколотами... Так, стоп, секунду. Вот по поводу проколотых пузырей, мы их так назовем родовые осложнения. Здесь это никакая не закрытая информация, я могу сейчас даже не задавать вопросов. Я запрос подобный пишу, вы мне официально отвечаете, и никакой секрет из этого делать абсолютно никто не стоит. А они смогут, может быть. Не смогут. Спасибо. Спасибо.